В окружной избирательной комиссии по Славянскому однобандатному избирательному округу номер 48 прошло торжественное заседание. Оно было посвящено итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 8-го созыва. На заседании присутствовали избранный депутат Госдумы Иван Демченко, депутаты Законодательного Собрания Края Жанна Беловол и Ирина Конограева, глава Славянского района Роман Синеговский, а также главы Абинского, Крымского, Темрюкского районов и города-курорта Анапы, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый, члены окружной и председатели территориальных избирательных комиссий Славянская, Абинская, Анапская, Крымская и Темрюкская. По итогам прошедших выборов наибольшее количество голосов набрал Иван Демченко. За него проголосовало 276 279 жителей, что составляет 72,29%. Он был зарегистрирован избранным депутатом Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва по Славянскому одномандатному избирательному округу номер 48. И 29 сентября в торжественной обстановке Ивану Демченко было вручено удостоверение депутата. Согласно федеральному закону вручить вам решение о регистрации депутатом Государственной Думы и вручить удостоверение депутата Государственной Думы, которое вы с ним выдавали. Мы хотим вас поздравить с избранным депутатом Государственной Думы, пожелать вам, во-первых, здоровья, терпения, успехов в дальнейшей вашей работе и, естественно, выполнения наказов всех избирателей, которые вам обратились в течение подготовки, проведения выборов или периода вашей выборной кампании. Но мы уверены в том, что все, что вы делали и делаете только на благо наших поселений, сделано в прошлом созыве очень многое, но в этом созыве будет сделано еще большее. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, за ту большую работу, которую вы выполняете. И хочу вам... Депутаты ЗСК и главы районов сердечно поздравили Ивана Демченко с избранием в депутаты Государственной Думы и пожелали ему успехов в работе. Я от души поздравляю вас с избранием депутата Государственной Думы. Хочу сказать, что вот люди выбрали человека уже в четвертый раз, четвертый из создых, здесь говорят неоднократно, да? А я посмотрел историю, четвертый раз уже вас избрали с большим доверием и с признанием жителей Славянского района. Хотел бы сказать, что много сделано, уже даже в нашей совместной работе, 9 лет мы вместе трудимся. В отрасли образования, здравоохранения, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Но отдельное вам спасибо за то, что вы беретесь решать вопросы у людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это очень важно. Когда человек болеет, ему нужна помощь на лечение. Когда человек имущество пострадало, домовладение, либо что-то еще, меня лично за сердце это очень сильно берет. Иван Иванович, харизматичный, цельный, настоящий, мудрый, последовательный, от души крепкого здоровья, успехов и всего вам самого доброго. Иван Демченко выразил благодарность избирателям за оказанное доверие. Он подчеркнул, что работа депутата трудная и очень ответственная. И ее основная цель – добросовестное исполнение наказов избирателей, помощь и поддержка в социально-экономическом развитии каждого района, каждого поселения. Люди проголосовали, опять выражен такой большой процент доверия. Это налагает особую ответственность, понимаете. Я понимаю, что на плечи ложится еще больший дополнительный груз. И все наказы избирателей, которые поступили, они все будут обработаны, систематизированы. И в течение пяти лет они будут выполнены. Пусть за это никто не беспокоится. Депутаты Государственной Думы избираются сроком на пять лет. Впереди народным избранникам предстоит много работы на благо страны и людей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Социально-экономическом «События»